МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире День недели. Меня зовут Татьяна Звержанская. Сегодня вторник, и в ближайшие полчаса вы узнаете о самых важных и интересных событиях из жизни шестерегионов Уральского федерального округа. Коротко, основные темы. Боярка под запретом. Екатеринбургские общественники искали точки, где торгуют лосьонами и средствами для ванн со спиртом. 19 километров пути тюменские строители помогают возводить Крымский мост. Не все елки одинаково законны. На Челябинских новогодних базарах прошла проверка. Год до запуска. Как идет строительство центрального стадиона в Екатеринбурге и как к Мундиалю готовятся волонтеры, расскажет ГОЗДНЯ. Экономические новости. Покупки через интернет подорожают. И какие вакансии на Южном Урале самые высокооплачиваемые. Продажа непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25% в России теперь официально запрещена. Вернее, приостановлена на 30 суток. Это предписание Роспотребнадзора. Сегодня общественники Екатеринбурга вышли в рейд, чтобы проверить, как торговцы соблюдают запрет. Сюжет Анастасии Кондрашовой. Эту торговую точку общественникам подсказал местный любитель суррогата. За прилавком и вправду обнаружили полные коробки фунфыриков. Это косметический лосьон. Его основное назначение для очищения и облагораживания кожи. Спирта 75%. Покупают, разумеется, негламурные красавицы. Что это такое, интересно? Гадость. Как это можно пить? В этом киоске на остановке выбор фунфыриков на любой вкус и кошелек. Коробка с этиловым спиртом почти пустая, с медовым тоником. Пользуется особым спросом. То есть это можно пить, да, вы считаете? Я сама пила. Спирт? Да. Алифтина? Алифтина пьет спирт у нас. Вы это пьете? Пробовали. Может, как? В кадре. Никто не отравился. По словам продавца, у нее есть даже разрешение на продажу суррогата. Вернее, она так считает. Выдано самим производителем спиртосодержащей продукции. Закупили на 44 тысячи. Представляете, сколько надо было купить этого вещества? Вот это бряние на 44 тысячи? Ну, 44 тысячи. Ну, это не все же наш пиоск. Количество две тысячи. Продавец уже другого павильона пыталась убедить общественников, что спиртосодержащие лосьоны у нее покупают исключительно для сохранения молодости. Против увядания кожи вы сами пользуетесь? Для волос, для кожи было раньше. Тюменские полицейские также провели операцию суррогат. Только за один день они изъяли 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости на 3 миллиона рублей. Среди конфискованной продукции суррогат на алкоголь, лосьоны и этиловый спирт. В ходе операции в одном из складских помещений по улице Чекистов изъято порядка 150 тысяч единиц косметических средств «Боярышник» и «Витасепт». Вся продукция с признаками контрафактности направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Подобные рейды проходят сейчас и в Челюбинске. Там полицейские также изъяли запрещенные флаконы. В ближайшие 30 дней продажа непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25% по стране приостановлено. Впрочем, модницы могут не волноваться. Духи в эту категорию не попали. Это касается продукции косметической, так называемой двойного назначения. То есть, например, лосьонов всяких с названием хлебные, которые формально продаются как не пищевые продукты, однако есть факты употребления их пищу. Бизнесменов, кто нарушит постановление, ждет штраф и конфискация запрещенной продукции. В Екатеринбурге некоторые продавцы по просьбе общественников выбросили фунфырики в урны и разбили в дребезги. Анастасия Кондрашова, Юрий Чернышев. День недели. В Челябинске идут другие проверки елочных базаров. Полиция уже конфисковала больше 200 хвойных деревьев. Все они были срублены и привезены в город нелегально. Кого поймали на нарушениях в очередном рейде, расскажет Юлия Савосина. На вопросы ревизоров женщина ответить не может. Ни кадастровый номер сказать, ни конкретные участки вырубки назвать. Уверяет, она просто продавец. А всеми документами занимался хозяин. Это Ленинский район Челябинска, крупнейший перекресток улиц Гагарина и Дзержинского. И здесь работают сразу три елочных базара. И почти на каждом есть проблемы с документами. Претензий у ревизоров не возникает только к Гассану Зейналову. С разрешением на торговлю соснами и елями у мужчины все в порядке. Я работаю с людьми каждый год. Езжу к этим людям, они проверенные. Проблем не возникает с елками. Если привезти из ближайших местностей, то они не урождаются. Пожары, горят леса, желтые такие, худощавые. А есть богатые, у нас же в России, леса. И вот оттуда вот возим. У торговцев соснами и елями проверяют документы. И расспрашивают, откуда доставлены деревья. Это не только ближайшие территории, сосновские и аргояжские районы. Но и север региона. Например, окрестности Тюбука, а еще горнозаводская зона, Куса и Юрюзань. Первый документ – это договор на право торговли, на территорию, на которой реализуются деревья. Второй документ – это накладная, в соответствии с которой говорится, откуда закуплен данный товар. И третий – это договор с лесничеством на право, откуда привезен этот товар. Даже если все документы есть в наличии, ревизоры этим не ограничиваются. Прямо на месте пробивают по базе кадастровые номера участков. И тут бывают сюрпризы. Если верить карте, эти ели вырублены совсем не в лесу, а в чистом поле. В данном случае было аргояжское лесничество, мы вот обнаружили. Мы сейчас по правилам лесами сделаем запрос, сколько разрешений на какие поселки выдавались, в каком объеме. То есть, ну вот по документам мы не видели там печати от лесничества. Тем более, земля была сельхозное значение, она к управлению лесами никакого отношения не имеет. Проверяют и цены. В лесничествах ели и сосны продают по 100-150 рублей. А вот в самом Челябинске новогодние деревья гораздо дороже. Проверяют сейчас елочные базары и сотрудники полиции. В первый же день операции «Лес» они изъяли 219 хвойных деревьев. Юлия Савосина, Павел Клементьев, телекомпания ОТВ, день недели. Сейчас о том, что еще произошло в регионах Уральского округа. В 2016 году за задержку рейсов в Урфо перевозчики были оштрафованы на миллион рублей. Антирекорд поставила авиакомпания «Центр-Юг», задержавшая рейс на 19 часов. Итоги подвели в Уральской транспортной прокуратуре. Одна из главных задач, которую поставили перед ведомством – не допустить никаких ЧП на транспорте. На территории Курганской области введено ограничение на использование воды из реки Теча. Ее запрещено пить, брать для хозяйственных бытовых нужд и орошение сельхозугодий. Кроме того, на берегу запрещено отдыхать, словить рыбу и купаться. Соответствующее ограничение ввело правительство региона. Река Теча по-прежнему остается источником техногенного облучения. В 40-е и 50-е годы в водоем активно сбрасывались отходы предприятия «Маяк». В Челябинске впервые вручена медаль Джослина. Этот знак отличия выдают людям, которым удается жить с диабетом на протяжении долгого времени. Во всем мире таких больных насчитывается около 4 тысяч. Любовь Батридинова узнала о болезни в 15 лет. Тогда приходилось ежедневно кипятить шприцы для инъекций. Сегодня с появлением современных шприц-ручек стало легче. Но денег на лекарства все равно порой не хватает. Очень дорого. Я все посчитала. У меня получается 5,5 тысяч в месяц. Ежемесячно? Но если я не буду работать, мне это будет не хватать. В Калининской управе Тюмени придумали, как оригинально избавиться от лишнего снега. Школьники и учителя слепили из него различные скульптуры. В итоге получилось 15 снежных композиций. Помимо губки Боба в местном сквере появились персонажи из мультфильма «Смешарики», а также «Щелкончик» и другие детские герои. Победители получат первое место сертификаты магазина «ЦУМ» на 25 тысяч рублей, второе место 15 тысяч рублей и третье место 10 тысяч рублей. Мне губка Боб понравилась. Почему? Яркий, красивый, позитивный. Далее короткая реклама, затем вы узнаете, как проходит подготовка волонтеров к играм Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и насколько подорожают покупки через интернет. Зачастую поход в муниципальную больницу – это целая история. Время потеряное в очередях, долгое ожидание результатов анализов и немногословные врачи. Решить проблему оперативного и качественного медицинского обслуживания сегодня способен многопрофильный медицинский центр – СМТ-клиника. СМТ-клиника – это мини-государство, которое имеет свою терапевтическую, диагностическую, лабораторную и хирургическую службы. В современном медицинском центре вообще в представлении, что сейчас такое, это, во-первых, качественно подготовленные специалисты, которые владеют современными методиками лечения МРАС. Это, скажем, оборудование, находясь на современном уровне. Наличие в СМТ-клинике специалистов разного профиля – это прекрасная возможность для экономии времени при прохождении комплексного обследования, транспортной комиссии или профосмотра. Собственная лаборатория, оснащенная современным диагностическим оборудованием, позволяет врачам получать точные результаты большинства показателей в день сдачи анализа. Я могу прийти в больницу и пройти сразу же нескольких врачей. Это все происходит быстро, качественно. Я записалась по телефону к врачу, и прихожу на прием, и сразу же попадаю непосредственно на обследование. Обращение к специалисту вовремя и без ложного стеснения – это залог успешного лечения многих интимных проблем. Основными направлениями СМТ-клиники являются практология, урология и гинекология. Доброжелательный и комплексный подход – уважительное отношение к каждому пациенту. СМТ-клиника – это комфорт, удобство и спокойствие. На прием в медицинский центр вы можете записаться по телефону в Екатеринбурге 272-03-00. Вы смотрите День недели. Сегодня вторник, и мы продолжаем. Тюменские строители трудятся над сооружением Крымского моста. Им предстоит возвести над морем конструкцию длиной километр 800 метров. Такой сложный монтаж на своих объектах бригады не выполняли. Александр Сосновский о том, какой вклад в масштабный российский проект вносят тюменские строители. И когда на море качка, и когда бушует ураган, стройка века не останавливается ни на минуту. Мостострою достался участок в 2,5 километра. Работает почти 700 человек и 82 единицы спецтехники. На основном на кранах все удержатся. Материалы не выгрузят, не подают. Материал тяжелый. Ручную не смонтируешь. На основном краны монтируют. Без кранов, без крановщиков не обойдутся. Металлоконструкции приходят с Курганского завода. В январе с острова Тузла бригады начнут толкать сборный пролет в сторону Крыма. Для того, чтобы надвинуть данное пролетное строительство на первой стадии, нам достаточно будет двух гидравлических домкратов. В дальнейшем мы предлагаем установку дополнительно еще двух домкратов. Пролетное строительство будет двигаться уже четырьмя домкратами. То есть вес пролетного строительства увеличивается, соответственно, гидравлика будет. На фарватере нам предстоит состыковаться с судоходной аркой. Ее монтажом занимается другой подрядчик. Опаздывать на встречу друг с другом нельзя. Проект на личном контроле у президента Путина. Все работы идут в графике, идет погружение, идет сооружение русловых опор. Приступили к ним и начался монтаж пролетного строения, которое тоже мы выполняем в соответствии с графиком, утвержденным заказчиком. Чтобы удержать мост, сваи погружают на глубину до 94 метров. Технологически сложным оказывается и бетонирование опор. Чтобы волны не мешали процессу, площадки огораживаются сваями и строятся временные тепляки. Опыт перенимают бригады с других участков. Чтобы оставаться образцом, тюменские рабочие даже сократили себе новогодние каникулы. Мы приняли решение, что сделать отдых здесь полтора суток и работать по 30-е число. Особенно это будет производить монтаж 29-й отряд, 15-й отряд. Ну и после праздника, грубо говоря, со 2-го числа, чтобы уже выходили рабочие. 5 мая 2018 года автомобильная дорога между Крымом и материковой Россией должна быть готова. 19 километров пути. Наше предприятие намерено прикоснуться и к железнодорожной части проекта. Уже известно, что заказчик не против. Александра Сосновская, Тюменское время, день недели. На Уралвагонзаводе подвели итоги 2016 года. Во время торжественного вечера руководство корпорации отчиталось, что все поставленные задачи выполнены и даже больше. Мы перевыполнили с вами все наши взятые обязательства. Прежде всего, в военном производстве сдали гособоронзаказ. Выполнили все, безусловно, не только на Уралвагонзаводе, как в головном предприятии, но и на всех предприятиях. И, соответственно, завершили год с прибыли. Поздравить работников родного предприятия приехал полпредпрезидент Игорь Халманских. В рамках вечера более 40 человек получили награды. В том числе, трое заводчат были удостоены благодарственного письма полномочного представителя. Еще трое – благодарности полпреда. Игорь Халманских подчеркнул, что предприятие с таким потенциалом, с такой инженерной школой и рабочим коллективом будет востребовано всегда. Еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом. Успехов в Новом году вам и вашим семьям. Готовность центрального стадиона в Екатеринбурге к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году сегодня показали журналистам. Ровно через год спортивная арена должна быть запущена. Сегодня строители опережают график. Роман Варьяненко побывал на объекте. Одна из главных изюминок будущей Екатеринбург-арены – это крыша. Ее спроектировали из двух колец. Недавно провели сложнейшую процедуру так называемого раскружаливания. Внутренний овал освободили от временных опор. Теперь он полностью держится на внешнем кольце. В проектном положении кровля будет порядка 4000 тонн. С бытовой точки зрения – это железнодорожный состав, подвешенный в воздух. Кровля имеет, скажем так, впухлую форму. Не выпухлую, а впухлую. За счет этого вес металлоконструкции снижен в полтора раза. Кровля с подсветкой станет украшением города. Обновленный спорткомплекс будет щеголять полем с подогревом и искусственным орошением. Но главное – по требованиям FIFA стадион увеличит вместимость почти в три раза – до 35 тысяч болельщиков. Трибуны для них будут разными – от стационарных до разборных. Подобная компоновка трибун – это в первую очередь забота о зрителях. Дело в том, что Екатеринбургский стадион будет лишен так называемых «слепых зон». Это означает, что с каждого места, каждому фанату будет виден любой самый интересный, самый значимый эпизод игры. В стадии строительства сегодня микс-зона, пресс-центр и сектора для фанатов. Ежедневно здесь трудятся до тысячи строителей. Работы ведутся с опережением. Стадион, что называется «Подключ», торжественно сдадут в декабре следующего года. Остается все меньше времени до стартового свистка Мундиаля. Не исключено, что мировой чемпионат окажет серьезное влияние и в целом на уральский футбол. Все больше разговоров сегодня идет о строительстве в Свердловской области Академии футбола. Но прежде нужно принять сам турнир. До него остается меньше двух лет. В Екатеринбурге пройдет четыре матча. Роман Марьяненко, Вадим Шолохов. День недели. Мы двигаемся дальше и поговорим уже о подготовке волонтеров к играм Чемпионата мира по футболу. С гостем дня на студии Александр Антимонов, директор волонтерского центра Чемпионата мира по футболу в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько волонтеров нужно, чтобы у нас прошло организованное мероприятие такого уровня? Сколько уже набрано и продолжается ли набор сейчас? Да. Всего мы ориентируемся на цифру 2000 волонтеров сейчас. Уже более 6000 заявок подано от кандидатов в волонтеры именно на участие в Чемпионате мира по футболу в нашем городе Екатеринбурге. Проведено уже более 1500 интервью с кандидатами в волонтеры на данный период, на данный момент. Ну и, соответственно, все желающие, все, кто еще не подал заявку, могут это сделать до 30 декабря включительно и так завершить этот год на мажорной ноте, подать заявку и стать кандидатом волонтера Чемпионата мира по футболу. Ну, желающих, то есть очень большое количество, я так понимаю. А, собственно, что это за интервью, что вы у них спрашиваете и какими должны они обладать уже изначально навыками? Да, ну там несколько этапов отбора. Все начинается с заявки в электронном виде на сайте FIFA, после этого кандидату предлагается пройти тест на, скажем так, деловые способности, да, то есть там как раз-таки его определенные навыки, качества такие, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, организованность проверяются, да, определенными тестами. После этого еще есть тест на знание английского языка. Вот, уже с данными тестами кандидат, получается, допускается до интервью, где как раз-таки наши уже подготовленные интервьюеры спрашивают такие позиции, как мотивация волонтера, то есть почему он хочет стать волонтером Чемпионата мира по футболу, его опыт обязательно волонтерский, мы уточняем, был ли или это первое для него мероприятие подобного уровня. Ну и, в принципе, основное, что происходит в процессе интервью по итогам его, кандидат, ну, скажем так, распределяется на определенную функцию, на определенное направление функциональное в соответствии с его желанием, безусловно, и с его навыками, которыми он уже обладает на данный момент. Вот. Какая мотивация должна быть, ну, на взгляд тех, кто организовывает это все? Что может сподвигнуть, взять человека именно? Какая мотивация? Ну, в принципе, наше видение на мотивацию и то, что говорят нам, кандидат и волонтеры, оно совпадает, да, и это, в первую очередь, конечно же, новые знакомства, новые контакты, коммуникации, потому что Чемпионат мира по футболу – это уникальная возможность, да, я вот говорю, знаете, как совершить кругосветное путешествие, не выходя из города своего, да, то есть когда весь мир приезжает в Екатеринбург, можно будет пообщаться с разными людьми, с разными культурами, с разными народами на разных языках мира и приобрести друзей, в первую очередь, да, и потом уже реально кругосветное путешествие совершать. Вот, это первый такой основной фактор, безусловно, важным фактором является такое желание быть сопричастным, да, то есть желание принять участие в самом грандиозном, да, за последние годы событии в первом в истории в нашей стране Чемпионат мира по футболу, вот, поэтому это второй фактор. Ну и, конечно, такой третий фактор, как это правильно сказать, он, наверное, в первом как-то перекликается, это вот такое общение, друзья, и, знаете, есть такой момент, приедут в Екатеринбург профессионалы своего дела со всего мира, опять же, да, то есть там телевизионщики те же самые, да, разного уровня, да, вот эти люди, которые будут делать Чемпионат мира по футболу, это возможность у самых, ну, скажем так, крутых специалистов своего профиля, своей области, плечом к плечу, да, рука об руку с ними поработать, поучиться чему-то, получить интересный, там, графу плюс в резюме свое, то есть это тоже немаловажный момент для такого дальнейшего, возможно, трудоустройства, потому что все-таки волонтеры у нас, это, ну, молодые, да, ребята, ну, такое, молодое население, средний возраст, там, 20-22 года у нас. Мы всем рады, мы всех ждем, и важно рассказать сейчас, да, что критерий возрастной есть, да, 18 лет, на 10 мая 18 года необходимо волонтеру иметь возраст, вот, а следующего года мы запускаем программу «Городские волонтеры», это еще одна программа, и там мы уже 16-летних ребят будем брать тем, кто на момент 16, 10 мая 18 года будет 16 лет. Среди тех, кого уже отобрали, как будет проходить обучение, ну, наверное, волонтер не только должен знать, там, английский язык, понятно, там, еще какие-то навыки обладать, не знаю, оказать первую помощь, например. Что будет в их функции входить? Да, обучение запланировано, действительно, на вторую половину 2017 года, когда пройдет Кубок конфедерации уже в четырех городах нашей страны, и здесь, в волонтерских центрах чемпионов мира по футболу, у которых 15 по всей России, начнется такое массовое обучение. В первую очередь, конечно, обучение будет, опять же, направлено на основные компетенции, такие как командность, да, работа в команде, умение работать в команде, стрессоустойчивость, организованность, проактивность, но при этом будет большой блок, скажем так, вещей, связанных с историей чемпионата мира по футболу, да, скажем, с уникальностью вообще события в нашей стране, чтобы волонтеры максимально могли, ну, скажем так, обладать полной информацией и быть в курсе. Плюс, конечно же, запланирован блок, связанный с историей города, да, то есть, потому что волонтеры будут стоять на улицах города Екатеринбурга и должны не только показать рукой, да, там, навигацию, куда пройти болельщику, но и ответить на любой вопрос, в том числе, связанный с какими-то фактами. Вот, а про первую помощь сейчас пока идут такие у нас дискуссии, то есть, потому что волонтер, в принципе, не должен обладать навыками оказания первой помощи. Он должен максимум, что сделать, это, ну, скажем так, создать пространство для того, кто попал в какую-то, ну, ситуацию, ну, то есть, чтобы люди не толпились вокруг, да, принести воды, вызвать скорую помощь, вот такие вот первые, скажем так, самые шаги, да, вот, поэтому пока еще вопрос, мы еще думаем, и образовательной программой занимается Федеральный оргкомитет, а мы, скажем так, на месте как волонтерский центр уже будем ее реализовывать, когда она будет утверждена. Хорошо, спасибо вам большое за беседу, будем смотреть, как она будет реализовываться. Я напомню, мы беседовали с Александром Матимоновым, директором волонтерского центра чемпионата мира по футболу в городе Екатеринбурге о подготовке к Мундиалю в 2018 году, а далее у нас новости экономики. Пользователи Рунета начали получать уведомления о росте цен, в России зафиксированы рекордный приток денег из-за рубежа, и курганским бюджетникам пообещали рост зарплат. Здравствуйте, в студии Анастасия Горохова, и сейчас о новостях экономики подробнее. Итак, с нового года подорожают зарубежные онлайн-продукты. С января в стране вводится новый налог на цифровой контент, так называемый налог на Google. Иностранным компаниям придется встать на учет в налоговой службе и платить НДС. О росте стоимости сервисов, игр и товаров на 18-20% предупредили такие интернет-гиганты, как Нинтендо, Амазон и ряд онлайн-кинотеатров. Под действием закона также попадают покупки в App Store и Google Play. На первых порах от налога на Google правительство планирует получить 10 миллиардов рублей. Между тем, иностранные компании уже завалили российский рынок деньгами. В этом году международные инвесторы вложили в наши акции рекордный объем средств – 727 миллионов долларов. Эксперты прогнозируют дальнейший приток инвестиций в страну. Этому способствует ожидание налаживания отношений с США. Максимальное количество денег планируют сберечь и на счетах обычных россиян. Банки придумали, как обезопасить средства от мошенников. Они начнут запрашивать у мобильных операторов сведения, менял ли тот или иной клиент сим-карту. В последнее время в стране участились случаи, когда злоумышленники по поддельным документам получают копии симок в салонах связи и потом снимают чужие деньги в интернет-банках. А теперь к новостям в регионах. В Челябинской области составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий года. На первом месте оказался менеджер по продажам с зарплатой 300 тысяч рублей. Далее следует технический директор и водитель с личным автомобилем для развоза хлеба. Им предлагали 150-200 тысяч. Замыкает рейтинг преподаватель английского языка в Китае. В Курганской области достойную зарплату в следующем году обещают работникам культуры. Она вырастет на 35%. На эти цели из областного бюджета направят более 300 миллионов рублей. Сюрпризы в новом году подготовили и врачам. Зауральские медики смогут получить субсидию на оплату части ипотеки. Региональная казна внесет 20% от стоимости жилья. Право на получение субсидий имеют медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и являющиеся участниками под программу развития ипотечного жилищного кредитования в Курганской области. После получения субсидий медицинский работник обязан отработать не менее 7 лет. И в конце статистика, которая удивила Центробанк. Россияне впервые за долгое время предпочли не тратить большую часть своей зарплаты на подготовку к Новому году и отложили деньги. Жители страны начали переходить на новую экономическую модель поведения, сберегательную. Это уже положительно отразилось на инфляции. Рост цен снизился до рекордных 5%. На этом о новостях экономики все. До свидания и удачи в делах.